Покупка и продажа валюты, золотовалютные резервы и продукты в белорусских магазинах. Я заберу вас всего одну минуту, расскажу три сильные новости. Это рубрика Короче. Поехали! Как известно, у белорусов есть три степени бедности. Денег нет, денег нет совсем и нужно доллары менять. Чем в нашей стране и занимаются? В марте белорусы продали больше валюты, чем купили. Насколько большая разница? Сильные новости пишут, что 244 миллиона долларов. А когда вы в последний раз меняли доллары? Не для крупных покупок, а так, на жизнь. Пишите в комментариях. И о самом главном, о прилавках наших магазинов. Власти заверили, что белорусы не останутся без продуктов. Запасов самого необходимого хватит до нового урожая. А если понадобятся, то поставки в белорусские магазины будут увеличены. По некоторым позициям, конечно, наблюдается повышенный спрос. Это мясные изделия, молочка, сыры. Но власти заверяют, что все под контролем. Ну а что по резервам? С одной стороны, ничего хорошего. В нашей стране в марте ускорило снижение золотовалютных резервов. Если в феврале мы ушли в минус на 259 миллионов долларов, то в марте уже без малого на 693 миллиона. Но в Нацбанке говорят, что все пучком. Наша страна погасила внешние займы, а еще часть средств перевели в активы. А их по международным стандартам нельзя считать резервами. Редактор субтитров А.Семкин